За время своего существования открытый турнир по самбо среди школьников имени олимпийского чемпиона Сергея Новикова претерпел заметные изменения. Из местечковых соревнований он превратился в мероприятие областного масштаба и в течение ближайших двух лет может получить статус всероссийского. В большом зале дворца спорта «Горняк» на ковре жарко, за ковром тесно. Седьмой турнир имени Новикова собрал более сотни самбистов со всех уголков Мурманской области. Спортсмены стараются изо всех сил. Каждый видит себя в финале, а еще лучше – на подиуме. На соревнованиях что-нибудь сложнее? Самому выступать или за товарища болеть? Ну это сложно, но сложнее самому выступать. Иногда затеряешься, переживаешь, не знаешь, что делать. И тебе подсказывают. Это делаешь и выиграешь. Для меня в этом спорте главное – это участие в соревнованиях и в турнирах. Мне сегодня попали соперники, но средние. Ну не сложные соперники. Выездных не так часто, потому что я еще новичок в борьбе занимаюсь всего лишь год. Но уже езжу на соревнования, потому что смог доказать тренеру, что я хороший борец. Сегодня у меня все хорошо получилось, я уже два раза победил. Тренерам тоже не сладко. За каждого поболей, попереживай, подсказку нужную вовремя дай. А в случае неудачи найди нужные слова, чтобы воспитанник не пал духом и продолжал бороться. От Кировско-Апатитского района тренеры отделений самбо, которые занимаются под патронатом некоммерческой организации «Дрост Хибины», выставили два десятка борцов. 2002-2007 годы рождения. Самые такие значимые и активные спортсмены, скажем. Хотели бы забрать все медали в своих категориях, но я думаю, хотя бы медалей пять, первых мест должно быть в нашей команде. Желание тренеров исполнилось почти полностью. Всего наши спортсмены завоевали 12 медалей. Четыре из них – золотые. Субтитры создавал DimaTorzok